Что мы с вами прочитали? На чем мы с вами остановились? 104-й псалом мы с вами прочитали, да? Он вечно помнит. Угу. Да. Хорошо. Хорошо. Мы с вами говорили, что когда мы имеем отношение наше правильное к нашим недоброжелателям, да, когда мы их благословляем, когда мы их не проклинаем, когда мы с ними относимся так, как учат нас новозаветные заповеди, так как учил нас Иешуа, любить, а не воздавать злом на зло, да, то это признаки заветных отношений. И что еще было интересное в отношениях между Иоаннафаном и Давидом? Вот. То, что мы с вами вспомнили, что он передал ему свои одежды, да, что показывает нам, что они как бы соединились друг с другом и стали таким одним целым, полюбили друг друга, написано, как говорится, душа к душе прилепилась. Когда мы говорим, что Иоаннафан подарил Давиду лук и меч, то есть доспехи, то есть мы говорим о том, что это как бы символ такой защиты, да, что и по Писанию мы это видим, что он его оберегал, защищал, предупреждал о возможных опасностях от отца Саула. Ну и третье, что сделал Иоаннафан, он отдал Давиду свой пояс, да, пояс или кушак, это был частью также доспехов. И к поясу укрепилось вообще оружие. Вот. И когда я начал размышлять, что же такое, что же такое пояс, ну, может, вы знаете, одно из колен Израилевых, это левий, да, и левий означает буквально быть привязанным, привязанным. То есть в данном случае левий – это то колено, которое не имело удела, да, то есть то, которое привязано, привязанным Богу. То есть и когда Иоаннафан подарил Давиду символический вот пояс, это показывало их буквально привязанность друг к другу. привязанность, то есть дополнение к тем, к одежде, дополнение к оружию, которую он ему подарил. Вот. И смотрите, что написано в 1 Царств 20 главе. В 1 Царств 20 главе, давайте посмотрим. То, что мы с вами говорили, подтвердим это словом Божиим. То есть этот завет, который был между Иоаннафадом и Давидом, он имел посвящение, он включал в себя взаимоотношения. Это для нас очень хороший, сильный пример. 20 глава, 8 стих. «Ты же сделай милость рабу Твоему, ибо Ты принял раба Твоего в завет Господень с Тобою». Обратите внимание, то, что мы с вами говорили. Они заключили соглашение, они заключили договор, союз друг с другом, и Писание говорит, что это завет Божий, это завет Господень с друг с другом. То есть это не просто их клятвенное обещание друг к другу, но в данном случае то, что я вижу, эта дружба, она сочеталась с такой Божьей печатью, с Божьей защитой, с Божьей охраной. То есть сам Бог, Он в этом завете. Это завет Господень, который они заключают друг с другом. И чтобы нам с вами вспомнить и осознать всю важность этого завета, мы с вами в книге «Бытие Берешит» кое-что прочитали о том, когда Авраам принес жертву животных, и он рассек плоть этих животных пополам. Давайте мы с вами прочитаем это 15 глава еще раз, чтобы вы просто вспомнили. «Бытие» 15 глава. 17 стих. «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными». То есть мы видим, что... Что такое пламя огня и дым печи? Как мы с вами понимаем? Прошел. Да, то есть было явление реально Божие, и прошел Бог. То есть другими словами, заключение этого завета между человеком и человеком имело в себе суть в том, что если один человек не соблюдал условия этого завета, то есть если он... Ну вот они проходили между этими рассеченными животными, если один человек не соблюдал это, означало, что один должен понести наказание, смерть за нарушение этого завета закона. То есть и тут мы видим, что сам Бог, Он прошел между этими рассеченными животными и показал нерушимость завета Бога Саврама. То есть очень важно нам... Ну, если Иоаннафан с Давидом заключили этот завет, это значит, что их независимая жизнь, она уже перестала быть независимой. Они принадлежали Богу и друг другу. Не побоимся этого сказать. Потому что так оно и было. То есть настолько это был завет. Это была не просто дружба, это был завет. И они с этого момента, Иоаннафан и Давид, они должны были теперь жить, учиться друг у друга, быть партнерами, учитывать интересы. И те условия этого соглашения, тот завет, дальше мы с вами увидим, что этот завет, он перерос в заветные отношения дома Давида с домом Иоаннафана. Это было продолжение завета, продолжение этих заветных семейных отношений. Потому что милость Господина до тысячи родов. Бог, Он говорил Аврааму, благословлю твоих потомков. Это завет вечный, чтобы это благословение размножалось. То же самое Он Ною сказал, если мы понимаем, в 9 главе. «Я вас благословляю» и так далее. Поэтому для нас с вами очень важно это все понимать. И какие сведения мы с вами можем рассмотреть, какие замечания мы с вами можем увидеть, для нас какие-то понимания, которые есть в Новом Завете для нас, в отношении того, вот если мы зададим Богу вопрос, вот если мы вступаем с Ним в Завет, да? Мы вступили в Новый Завет. Ишуа заключил с нами Новый Завет. Господь, а если Ты заключил со мной Мой Завет? Вот я себе задавал такие вопросы. Покажи мне, пожалуйста, меня в этом Завете. Покажи, пожалуйста, когда я вообще, как, каким образом могу пройти через, между вот этими жертвами, рассеченными животными, в какой момент, чтобы мне пройти, остаться живым от Твоей святости, от Твоей славы, и потому что написано, все согрешили, лишены славы Божьей, да? То есть я начал задавать Богу вопрос, а где же этот путь, в котором я могу пройти и остаться живым? Вот, ну, конечно, я долго не искал вопросы, ответ на эти вопросы, потому что мы его находим в Новом Завете, потому что он отдал свою жизнь, он отдал себя самого, да? Он пострадал, его тело, оно было побиваемым, и он страдал, он мучился, и в Писании написано, сейчас мы прочитаем евреям, что его тело, это как плоть, которая была терзаема, и через через эту плоть, как завесу, теперь мы имеем это свободный доступ к нему. То есть, другими словами, я, когда задавая себе вопрос, я как бы понимал, ну, спрашивал Божие, ну, вот я покаялся, ну, вот да, я родился свыше, я помню, как я переживал это, ну, эту первую любовь, я помню, как я, когда пастор призвал к покаянию, я поднимал руку, как меня тут всего так, вы тоже можете вспомнить, да, у каждого из нас по-разному, но я очень сильно переживал, ну, как бы, Бога, Божье присутствие, и вот время прошло, и, естественно, та первая любовь, которая у меня была, она через некоторое время, она угасла, потому что в первое время я столько хотел делать для Бога, ну, я был тогда еще в церкви, вот, я был такой, как, если вы помните, Овед-едом такой был, когда филистимляне захватили Ковчег Завета, вот, и там долгое время не было ему пристанище, потом его Давид отобрал с войной, и, в общем, нужно было его переносить с одного места в другое место, вот, и откликнулся один Овед-едом из Гефы, вот, и когда этот Ковчег Завета у него находился, у него дома, по-моему, если мне не ошибает память, в течение трех месяцев, трех месяцев, да, то просто было очень большое благословение в его семье, очень было большое благословение в его доме, вот, и когда я исследовал вообще жизнь Овед-едома и то, как он хотел служить Богу, то есть, вы внимательно почитайте, потому что в нашем синодальном переводе, ну, есть, как бы, его имя, но в разных местах неправильно, и можно подумать, что это, ну, разные люди, а если мы посмотрим в оригинал, оказывается, Овед-едом, он оказывается везде, как один и тот же человек, то есть, другими словами, где нужно было служить, там был Овед-едом, вы понимаете? Да. То есть, просто, где, я просто вижу, уже вынесли ковчег, завета с его дома, уже там начиналось священнослужение, вот, посвящение, я смотрю, там Овед-едом, в Левицком окружении, он рядом с ковчегом завета, то есть, ну, видно было, что он очень хотел быть там, где Божье присутствие, то есть, я помню себя тоже, я просто хотел быть везде там, где Божье присутствие, где служение, вот, у меня, когда я приходил на домашнюю группу, у меня была куча вопросов, просто, я брал с собой тетрадь, у меня такая тетрадь была, и там было от 20 вопросов и больше, которые я сам, конечно же, не мог получить на них ответы, и когда я читал Библию, я их себе выписывал, вот, и приходили на домашнюю группу, и когда домашняя группа заканчивалась, вот, ну, я очень так хотел интересоваться тем, что написано, и для меня было очень интересно, вот, и тогда наши домашние руководители, наши первые домашние руководители в церкви, они говорили, ну, теперь время для Вадима и Фаины, вот, и они с нами, ребята, оставались до часу ночи, просто, раз в неделю, там, по-моему, это по средам было для домашней группы, и они отвечали на все мои вопросы, простые, сложные, но они так это искренне делали, так смиренно выслушивали нас, и вы знаете, таким образом я учился, то есть, я помню, как я хотел, как я горел этим, вот, такой, этот пример вообще сейчас рассказываю всем новообращенным, которые приходят к Богу к нам, что просто, ну, ищите, влюбитесь в Слово Божие, влюбитесь в Бога, потому что, вот, и таким образом находил вопрос, в общем, горел, и там, когда объявлялись какие-то объявления на служение, в чем-то участвовать, то есть, я был первым, но потом, естественно, это где-то угошалось, приходила обыденность, естественно, Бог проверяет нашу посвященность, Бог проверяет наше покаянение, вот, стоят вопросы спасения, ну, и так далее, вот, поэтому, я задавал себе, задавал себе такие вопросы, вот, я родился свыше, вот, и потом, Бог мне доверил служение, призвал меня в служение, вот, и, конечно же, были времена разные, и когда было тяжело в служении, и когда было легко в служении, и когда было радостно, и грустно, вот, и было время, когда, допустим, ничего вообще не хотелось, выходил на улицу, Боже, за что мне такое наказание, вот, там не получается, там, там есть какие-то проблемы, есть какие-то взаимоотношения, еще в чем-то, там тебя предали, там ты просто служил человеку, и просто открывал ему свой дом, и он мог в твоем доме кушать с тобой, и все, и называться другом, а потом он взял, просто тебя предал, вот, ну, такие вещи, и вы знаете, через это все, как проходишь, начинаешь больше понимать, крест Господень, начинаешь больше понимать, этих людей, которые умирали для Господа, которые не жили для себя, которые посвящали себя Богу, больше начинаешь понимать, что пишет апостол Павел, и как он учит о взаимоотношениях, и какие это должны быть взаимоотношения, да, ну, в общем, вот это все вот постепенно, но тем не менее, тем не менее, я, ну, задавал вопросу, Боже, ну, вот я вот в таком состоянии, вроде бы, как уже состоялся по Твоей милости, как служитель, но как же я могу, вот, в Твое святое святых, вот, ну, пребывать всегда, чтобы просто никто и ничто меня не поколебало, и я понимал, что я могу только тогда, когда я верю в Него, да, мы это понимаем, именно верю в Него, как в искупителя моего, как в моего Господа, и мне это очень сильно, ребята, помогает, когда приходят какие-то искушения, вот, и там какие-то обстоятельства, вот, потому что, у нас одна сестра сказала, ну, пастор вообще, он не устает, пастор вообще должен всегда, готов быть, дать ответ на все вопросы, пастор готов, должен быть всегда улыбаться, вот, потому что, когда пастор улыбается, овец разыгрывается аппетит, вот, ну, и так далее, понимаете, я говорю, послушай, 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 так что, по-твоему, я не человек? Вы понимаете, да, поэтому, несмотря на то, что, как бы, в разные периоды, и мне очень сильно помогал, вот, и потом я делился уже с близкими там служителями, и потом уже в других общениях, я старался всегда смотреть на крест Господень, вот, нам об этом, мне лично помогал в этом Борис Саулович, и то, что я слышал, как он учил, там, в общении с другими братьями, смотреть на крест Господень, перечитывать Евангелие, вот, когда приходят такие моменты, слава Богу, появился такой фильм, поставили страсти Христовы, моей жене, честно вам скажу, не знаю, как вам, дорогие сестры, моя жена этот фильм полностью, по-моему, ни разу не просмотрела, отрывками только, потому что его смотреть, ну, вы понимаете, очень непросто, вот, потому что настолько, как бы, режиссер отобразил, ну, эти все события, очень так реально, и, вот, и, то есть, я сам исследовал этот фильм, я просмотрел, что, он вообще, Мел Гибсон, дашь, он вообще, ну, как бы, поставил его по Евангелиям, вообще, по всем Евангелиям, то есть, я смотрел за событиями, я несколько раз этот фильм смотрел, он фильм поставил, действительно, по евангельским событиям, из каждого Евангелия, он что-то взял, то есть, реально, что, он читал эти Евангелия, ну, и так далее, насколько он там рожден свыше, это не моя часть судить, как он сейчас, но то, что фильм произвел, ну, очень много в человечестве, таких, хороших таких встрясок, в отношении, кто мы, и кто такой Бог, это безусловно, вот, поэтому, я всегда говорил, и себе, продолжаю говорить, если что-то такое приходит, если ты где-то отвлекаешься, тем более, сейчас, вот этот напор мирского духа, вот эти все мирские, какие-то примеси, замесы, которые приходят в церковь, в общину, где наше служение, оно оскверняется, вот, ну, всякими такими неправедными вещами в бизнесе, в политике, ну, и так далее, вот, не буду на этом сильно останавливаться, это не наша тема, но все то, что оскверняет наше служение, все, что может осквернять нас, и какая-то может приходить неявно, но какая-то нечистота в наше служение, в наше взаимоотношение с Богом, а это же очень сильно влияет на взаимоотношение с людьми, вы же понимаете, где ты уже как бы не так, где-то даешь повод своим каким-то мыслям, словам, что-то недоделать, что-то недосказать, ну и так далее. И я стараюсь смотреть фильм «Страсти Христовы». Я стараюсь смотреть, ребята, и это... Вообще есть такие братья-мужчины, которые не плачут. Мне один из моих старших служителей сказал, «Вадим, это хорошо, что ты плачешь, потому что я вообще плакать не могу. Я вообще так, ну, как бы могу себя уверенно чувствовать в Боге, но мне это не достает. Я не знаю, почему так Бог устроил, но мне этого не хватает. Но я почему-то плакать не могу. Я могу там печать, печалиться ради Бога, сожалеть там о каком-то грехе или еще о чем-то». Или там, когда вижу что-то такое, какое-то горе. Не доходит как-то до слез. А у меня доходит. Да. Ну, я из такой категории мужчин. Может, не слабый, но в этом отношении. И вот я, когда смотрю фильм «Страсти Христовы», то, конечно, меня это вдохновляет. Меня это... Ну, не то, что вдохновляет ради моего какого-то удовлетворения. То есть, это по-настоящему меня ставит на место. На место. Вот именно там, где ты должен быть. Там, где ты понимаешь, что вот Бог прошел, вот, заключил этот завет между этими жертвами, да, этой расещёнными, этой плотью. То есть, если я не буду соблюдать этот завет, все, просто я умру, я погибну. Без Его милости, без Его благодати. Просто нужно, чтобы смотреть на Него, на Его крест, потому что Он со мной заключил завет. Это я недавно начал об этом переживать. То есть, Он со мной заключил завет. В Еремея 31, 31 написано и дальше, что я заключил с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Завет. Отношение с... Бог со мной заключил. Бог со мной заключил. Так значит, если Он заключил, и Он сделал всё необходимое, всё возможное для того, чтобы Ему быть верным в Его завете со мной, и Он сделал всё необходимое и всё возможное, чтобы и мне быть верным в Его завете со мной, или в моём завете с Ним. Вы понимаете? Ну, конечно, мой завет с Ним, это уже громко сказано, но я могу об этом думать. Мы понимаем, что наше жилище на небесах. Мы понимаем сейчас, что мы спасённые, но мы всегда должны учитывать, что мы совершаем, как мы говорили, наше спасение через служение. Правда? Мы должны быть твёрдо уверены в том, что мы с Богом, и тогда мы можем быть уверены и радоваться, и ожидать этого небесного Русселима, видеть эту реальную вечную жизнь, а не здесь временное наше жилище, здесь на земле. И когда я себя вот так заставляю об этом думать и говорить об этом Богу, то есть я понимаю, что на мне серьёзная ответственность. Есть часть ответственности у Бога передо мной. Есть часть ответственности у Бога перед каждым из нас. Правда? Он, у Него есть обязанность, у Него есть какая-то часть, Его безмерная, безграничная любовь. Он заключил с нами завет. Он сделал всё возможное. Он сделал невозможное. Он дал своего дорогого сына. И теперь есть часть, ответственность каждого из нас, как его сына, как его дочь, которую мы должны исполнить. Мы должны теперь исполнить это соглашение, этот союз. Вы понимаете? И я понимаю, что если я его не исполню, если его здесь, в отведённое для меня время на земле, сколько мне предназначено жить, не исполню, то может быть вообще проблема. Правда? Где я вообще могу оказаться? Получу ли я спасение? А награда, о которой мы ещё с вами поговорим, есть же ещё награда. Писание же не зря нам говорит, что мы коснёмся этого места, что есть спасение как бы из огня. Что? Я есть венец нетленный. Вы понимаете? Есть жизнь вечная, есть спасение. Ну, представьте, я думаю, что нам бы не очень было бы приятно, не то, что приятно, было бы просто, не знаю, печально, если бы мы попали на небеса с запахом гари, смраду, смраду, пожара, дымящегося. Правда? Представьте в этом просто Божью славу, всё, что мы читаем в книге Библии. То есть, я когда об этом начал размышлять, ого, так это спасение из огня. хорошо, если не из огня, если ты более-менее нормальный христианин, нормальный мессианский верующий, более-менее. Вот, допустим, ты там неактивно служитель, может быть, ты понимаешь, что тебе надо служить, но что-то тебя держит, и ты осознанно, ну, как бы, не очень служишь, хотя можешь активно начинать служить. Явно не грешишь, но ты получишь спасение. Ну, хорошо. А есть же ещё награда, как бы, следующий виток. И вот, когда ты думаешь о награде, а награда, это не просто как награда, вот, сейчас, я так раньше увлекался футболом, я сейчас недавно узнал, что петербургский «Зенит» выиграл кубок УФА, вот, а «Шахтёр» Донецк стал чемпионом Украины, да, и им вручили все медали, шутём, шутём. Им вручили все медали. Вот награда, вот это вот награда, да, но это не та награда, потому что, ну, в моей ассоциации награда – это вот, ну, вот какое-то, что можно потрогать. Тебя наградили, тебе дали премию, тринадцатую зарплату в прошлые времена, там, ещё, но награда, как, как начало раскрываться в моём понимании, это как благословение. И причём благословение не только земное, не только материальное, да, ну, как бы материальное, земное. То есть, это хорошо, когда мы можем это иметь, правда, но я к этому, честно говоря, сильно не стремлюсь. Вот, хорошо, когда есть возможность, там, но чтобы у меня сильно было, было к этому, как бы, побуждение, тем более, используя, не дай Бог, свои какие-то пастырские возможности духовной власти, как сейчас есть вообще, что может происходить в части христианства. Вот, ни в коем случае это просто вышло. Да, поэтому я в этом направлении в отношении какого-то финансово-материального обогащения очень и очень аккуратен вся наша громада мессианская, еврейская. Вот, понимаете, да? Но есть награда как благословение, то есть, есть духовное благословение. Борис Саулович когда-то мы были на какой-то конференции, семинарии, не помню. И он мне пророчествовал. Ну, как пророчествовал? Он такие важные вещи сказал, но я-то для себя принял как откровение, как просто, как повеление, как пророчество. Вот, и они меня... То есть, вообще, когда такие люди, скажем, очень духовные, у которых есть плод, которые зрелые, которые, ну, действительно есть плод, когда они тебе говорят какие-то вещи такие, я стараюсь их вообще эти вещи просто брать как рема и все. Оно просто во мне сидит и все. Они для меня как фокус просто. Во многих направлениях жизни очень помогают. Он мне сказал, что, что вообще земные благословения, они вообще ничего по сравнению с небесными вечными благословениями. Я тогда был в пастырском служении может быть полтора года и три года как верующий. Вы узнаете мое свидетельство. Я стал пастыром мессианской общины в полтора года как верующий. Вот. И в три года как верующий я услышал такие слова. Вот. О том, что земные благословения я вообще ничто не ищу. Ну, там, с некоторыми подробностями. Для меня это просто был как кипяток на голову. Понимаете? Вот. А потом постепенно, постепенно я же действительно начал понимать. Вот. Что за этим стоим? Потому что наше такое излишнее желание, вот эта тяга к какому-то земному мирскому обогащению, она может привести к очень печальным последствиям. И мы начали сталкиваться в этом в этом служении. Да. Вот. Поэтому есть награда. Это небесное просто Божье благословение. То есть мы тут можем получать духовное благословение. И они нам нужны сто процентов. Да. И Библия нас об этом мучает, что нам нужно иметь для созидания тела, иметь дары. Вот. Ну, двигаться в этом. Идти за Господом. Он творит все новое. Да. Вот. искать, получать откровения, иметь взаимоотношения с Господом. Вот. Расти. Ну, и так далее. Все, что нам необходимо. Здесь, на земле. Но также еще же есть благословения, которые на небе. Представляете? То есть награда. 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 Вот. И когда об этом задумываешься, то, конечно, становится радостно жить. Радостно очень становится жить. Хорошо. Хочу с вами немножко помолиться, и сейчас мы сделаем перерыв. Да? С вашего позволения. Даруй, Господь. Мы очень тебя благодарим за то, что ты наш Бог. И, Боже, спасибо тебе, что ты помогаешь нам выходить из наших убежищ, из наших укрытий, там, где мы спрятались от тебя. Боже, что ты помогаешь нам выходить тебе навстречу. Боже, помоги нам удалить самозащиту от тебя. Боже, помоги нам направить свои сердца к тебе. Дорогой наш, пожалуйста, помоги нам быть там, где ты. Помоги нам искать тебя. Боже, Боже, я очень тебя прошу, пусть нам не будет хорошо там, где нет тебя. Боже, пусть нам не будет вообще хорошо без тебя. Боже, ну там, где ты, там, где твое дыхание, там, где твой руах, там, где твоя любовь, там, где твое присутствие, там, где ты говоришь, там, куда мы восходим на гору, чтобы пребывать с Тобой в общении, чтобы насладиться этим общением с Тобой, чтобы укрыться, спрятаться от всех фарисеев, от всех законников, от всех тех, которые оскорбляют, от всех тех, которые показывают на нас пальцем, от всех тех, которые от нас отворачиваются. Боже, пойти к Тебе на гору, не браниться с ними, не осуждать их, но пойти в Твою защиту, в Твой небесный покров и сказать это все Тебе. И Ты, любящий Бог, Ты Бог мира, Ты Бог шалома. Ты даешь этот мир и Ты даешь этот взгляд с небес, Твоего великого сострадания и милосердия ко всем людям. Спасибо Тебе, Иешуа, за Твой пример и то, что Ты вложил в Твоих учеников. Спасибо Тебе, Боже, что мы можем подражать Тебе, можем подражать тем людям, которые подражали Тебе, которых мы видим в Библии, подражать их вере, подражать их посвящении, подражать их жертвенности, подражать их любви, просить этого сострадания, насыщаться этим состраданием, переживать это сострадание к погибающим овцам Дома Израилева и ко всем людям. Спасибо, дорогой, что Ты нас ведешь к этому, учишь нас, оснащаешь нас. Спасибо Тебе, дорогой. Мы очень Тебя благодарим. Спасибо Тебе, Боже, что мы можем спускаться с горы и идти туда и нести Твою любовь, где Твой народ ждет Твоей милости, где Твой народ протягивает руку, и ждет благословения и исцеления Тебя. Спасибо, Боже, что мы те, которых Ты избрал. Спасибо, Боже, что мы те, которых Ты благословил. И Ты дал нам, Боже, все необходимое, все, 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 чтобы исполнить то великое поручение, чтобы исполнить то предназначение, которое есть у нас здесь на земле. Спасибо Тебе, дорогой. Спасибо Тебе, дорогой. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Спасибо.